Итак, вы, надеюсь, успешно и самостоятельно выгрузили данные с сервиса SerbyMonkey. Мы имеем два SPSS-овских файла. Один файл с данными самой анкеты. Он имеет ряд вспомогательных переменных, которые нам не нужны, и их можно сразу удалить. Здесь удаляются они либо из вкладки Data View, и здесь вы их просто выделяете, как в Excel, затем правая кнопка мыши, Clear, или, что еще проще, вы переходите в вкладку Variable View. Те же самые переменные, только без данных, отображены по строкам здесь. Вы их опять же выделяете, правая кнопка мыши, Clear. Все, их нет. Вот сами переменные, отвечающие каждой вопросу. 23 переменных, 23 вопроса. Но нам понадобятся и данные социально-демографического характера, которые выгружены во второй файл. Я назвал его SoCdem. Здесь тоже имеется ряд вспомогательных переменных, которые нам тоже не нужны. Содержательные перемены начинаются с имени Q. Q1. Остальные мы удаляем. Итак, мы имеем файл SoCdem и файл с интересующими нас анкетными данными. Наша задача – осуществить слияние этих двух файлов. Для этого мы должны убедиться, что в обоих файлах респонденты совпадают, и должны их упорядочить. Нажимаем на столбик, в котором находится Q1. Это как раз переменная, в которую респонденты записывали свои идентификаторы. Правая кнопка мыши – Sort Asc. Копируем этот столбик в чистый экселевский файл. Скопируем. Выделю желтым. Это файл. Точнее, этот столбик пришел к нам из файла анкета. То же самое я делаю в файле SoCdem. Сортирую. Q1. Правой кнопкой мыши. SoCdem. Копирую. Поехали. По shownке мыши что-то об meth dealers. Он упорнет. Поехали. Паник.